Всем привет! Продолжаем рассматривать картины работы скульпторов Миягава Сюнтей. Мотыльки. 1898 год. Шелковая бумага. Пигменты. 35 на 23. Миягава Сюнтей. Художник эпохи Мэти. В качестве излюбленного мотива творчества выбирал идиллические сцены из жизни богатой буржуазии. В эпизоды домашнего быта, прогулок он вводит идеальные образы изящных хрупких женщин, возвышает их до границы между небытием и явью, придавая обчужденность от действительности. В композиции Мотыльки изображены две гейши. По-видимому, обитательницы веселых кварталов. Об их завораживающей обаятельности входили легенды. И внизу листа приведен отрывок из стихотворения. Прелестное лицо как гибискус, а брови как его лист. Очертания фигур молодых женщин гармонично соотносятся с цветами и силуэтом дерева, что доказывает духовную общность природы и человека, но в то же время напоминает о скоротечности существования. Особенная трогательность прекрасным вещам придает осознание их скорого умирания. Такая эстетика печального очарования вещей в японском искусстве называлась Муаноно Аваре. Оно утверждало обманчивость красоты в ее кратковременности. При этом живописцы интересуют не характер персонажей, а абстрагированные идеи лирического повествования, где существуют тончайшие грани чувств, мастерски переданные и усиленные при помощи цветовых сочетаний. Настроение поэтической грусти никогда не переходит в состояние драматического накала. Это скорее непереходящее сожаление о недолговечности мира. Вот такое описание к работе Мотыльки Миягао Сюнтэй, 1898 год. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok